вперед вперед я начинаю так друзья с новым годом с новым счастьем вам пожелали все что только можно а вот у меня всегда еще добавка лучшие сады в области в регионе в республике в россии во всем мире причем у вас возможность обойти меня настолько реально вот и всего несколько лет значит будем работать в этом направлении значит о чем еще скажу прошу извинить то прошу казария сказал что новогоднего вебинара не будет хотел вас пожалеть дело в том что вы меня жалеть не стали несколько человек выразили деда убили как-то можно прерывать вебинар пусть будет мало так юрий пишет на ю тубе трансляции уходила позвали вот он еще раз оттуда все так было а будет еще болея была заминка с ю тубом но все наладилось чтобы все ладно и так жалеть не стали вот я вас тоже жалеть не буду кто не посмотрит сейчас пусть будет мало вот тут зато записи будет все те же а вот еще и больше почему праздничные каникулы надо чем-то заниматься поехали итак вы видите это очень как бы знаковая фотография вы видите моего соседа вот мы очень уважаем друг друга боба дарильчане проба северяне боба мечтали о садах выбиться сбылась почему потому что это ведро с этими со сладкими грушами он собирает моем саду а когда он купил участок недалеко вот где-то метров 100 так дальше до берегу а там теплее намного теплее это такая за эти важная вещь вот и так был готовый сад причем на тот момент по размеру он не уступал моему ничего а результат был какой все деревья посаженными яблоки все деревья были побелены он же меня приглашал как эксперта вот все деревья были изуродованы после этого как он купил участок садом знаете как у нас придет у нас в садогорске пригорода всегда принято писать и просто продается дом продается то обязательно присказка с плодосящим садом лучше его сад плодоносить не стал вебинаров 50 или 100 назад я вам показывал его сад второй раз показывать не буду тот изумеченный предыдущим хозяином вот вам и сравнили оба дарильчанина один садом другой без сада вот я собираюсь продолжать в том же духе хотя меня критикуют не говорите ничего плохого про них говорить как надо я уже сказал как-то без яблок почвы не перекапывать деревья не резать если не понимаешь все ну зачем тогда эти 260 с лишним вебинар я буду говорить в том же направлении значит смотрите слова стыдно показать это мне стыдно показать фотографии изуродованного сада моего друга михалыча бросок на север однажды сейчас я объяснил что имею ввиду однажды я это было примерно в начале этого века двадцать какой-то 21 века я прочел представить в хозяйстве тогда это была очередь самая популярная журналом и самая авторитетная я прочитал статью если не набрал то она называлась абрикосовые парадоксы вот я автора ждаю я с ним знаком познакомились после этого спасибо статьи дело в том что там самый главный парадокс был который он сам не заметил авто знаете какой сказать итак я железов на тот момент знал что уже мне уже было пятьдесят семь лет я уже знал что здесь окраси особенно в районе сайного морска плюс кусочек хужинского района так находится самое лучшее по количеству то есть огромное количество тысячи тысячи и по качеству плодов абрикосовые деревья вот такого феномена нет больше на всей стране от дальнего востока и до калининграда автор статьи даже не упомянул прохакасии слова вот тогда мне стало обидно просто обидно вычет тут зря сидим вот у меня тот побед был сад который уже тогда был лучше в россии может сыграла вот это вот как ее назвать то кому мне завидовать а ну просто обидно было все вот как говорил это помните когда этот самый этот самый кавказской пледницы или она меня прокурору или я ее ручья взял и написал статью от обиды страшно что про нас даже не знает наука то было очень добросовестно ну про нас ни слова вот все было хорошо только нас там не было я написал статью называлась бросок на севере на север вот люди за товарю саду тогдашний редактор предстоятельного хозяйства напечатала и мы с ней подружились вот и тогда она меня подставила подставила страшно в хорошем да она так хотела чтоб все было хорошо она меня от имени организационной комиссии от имени она входила в ее число она редактор хозяйства входила в число потому что наверное она даже больше сдала как авторов статей садоводов чем зала сак сама как это сам академия наук вот так бывает и она меня прислала приглашение вот я поставил условия что в виде исключения меня не будут про этот самый редактировать и проверять бою эту иначе . забраковали мой доклад дальше она меня встретила она меня привела ну то есть с помощью то это мы все добирались на метро вот а я без его вообще бы не нашел этот дом науки и застава в очередь выступить когда я начал говорить все что я хотел сказать где заткнули рот я практически стримуны попросили дальше что было дальше я ждал после уже я дал интервью одной газете вот увидите да я уже не давал интервью по той причине что она и так меня ждал как облуплено вот собиралась ко мне в гости собиралась в шушенском районе борьба рядом с одной санаторией недорогой вот все это было и когда после того когда мне раз заткнули фактически попросили оттуда за горькие слова и она напечатала писатель в хозяйстве состоялась конференция большая большая добрато статья и было написано от себя и выступил валерика все железов садовод и призвал призвал изучить опыт сибирского садоводства . и не слово о том что меня попросили и заткнули рот и так далее чего этого не было вот что получается я написал журналисты пожалели железо вот пусть они деревья пожалели смотрели что будет дальше а дальше наступила страшная трагедия перед этой трагедией яблодево и абрикосов абрикосы уничтожали тысячи абрикосов я видел сотни из них и они все были неправильные все все резали и приводили в порядок то есть помните вот вдумайтесь абрикос нуждаются в обрезке запятая абрикос должен выглядеть эстетично а у них хочется же привиты а что такое привитый абрикос это вот так смотрите руки покажут вот так вот растет я кучу показал вот вот одна ветка вот так давай вот так вот и тогда это человек порядок они убирают а яблони еще хуже саппало уничтожение лишних ненужных веток всем со страшной эпидемии страшно невероятно который так учет и не разобрали все валили на грибы вот так случилась страшная трагедия а мне было особенно обидно не только где со мной подружились несколько скупщиков один был скупщик 100 и второй был с аркутской области женщина сыном третий был сказать в кемеровской области и 4 возил в сторону на иска . черти куда то есть на север вот четыре машины а у них были обычные машины ну скоро года они вначале значит постепенно узнавали ну послухом а где а вот тогда вот такой железо все знать железо их направлял к соседям 100 ведер воду там 10-20 10-15 яблок в отношении каждый год яблоки отборные часть из них уже бои выросли кто бы времени вот это был недавно все 10 лет назад началась трагедия и от 10 лет от 10 ветер до 100 а потом уже за 200 и рекорд 400 ветер вот то есть за приезжает и представляете и голова дали болит и вот однажды когда это случилось я помню мне было так стыдно мне было так жалко вот женщина сына въедет сиркутска валерий константинович ну как там урожай бы уже выехали все деревья все тысячи уничтожены 1 телефонную трубку или какая-то там телефонный аппарат она заплакала вот это где самое для было обидно и самого хотелось плакать так стыдно было люди один приехали а тот который с кем из колоси он уже купил рефрижератор потому что можно точно уже повез так еще дальше чем дальше везешь тем они дороже а рефрижератор значит это с холодильной установкой и сказал что мы еще где-то несколько моих друзей покупатель фигурации тоже склада хакасия вот ну короче зачем они рефрижератор и вот деньги потратил а скупать нечего все были уничтожены это вот у меня отсюда не случайно снимок это вот тут вот 30-40 метров до моего забора вот это тоновка это я садил просто знаете как я в разные времена показывал несколько десятков деревьев которые приказали долго жить вот их уничтожили сами хозяева причем начали уничтожились уже как это называется вот это эпидемия уничтожила я назвал бактериальной потому что ни с того ни с сего понимаете такое слово не научно ни с того ни сего взял и умерла вот вчера было после сегодня заболел а еще через неделю две детства это ужас был какой-то страшный ужас меня обидовала только потому что я не делал эти самые долбаные раны на кольцо вот вокруг меня так сложилось вот просто периметр до 5 хозяйств и напротив 6 это те которые соприкасались со мной лично то есть окна в окна огород с огородом только разделяла там грабица вот все дойдет когда я спохватился где еще верили вот это слово то есть а вот телевидение где еще верили то есть тогда до меня еще и дать все было дело предатель видео еще давали вреда я у меня это все это я целый час рассказывал водил по саду показывал эти страшные рады и показывал как убирали деревья и умерли все самое интересное что потом прошли несколько лет и быстрее купили этот участок то там уже не было ни одного дерева ну купили под этот подпитомник надо было расширяться вот и все соседи уничтожили ну за ним и абрикосы не стажали вот абрикосов на то самая страшная трагедия касалась яблони потому что у яблони еще есть естественные враги морозобойны а их заклеивать не заклеивая я тоже это видел я наблюдал за этой страшной трагедией один еще второй такой этот самый уважаемый человек председатель союза садоводов абакада товарищ вот он еще бил тревогу выступал по телевидению бесполезно привезли нам эту запасть и никто ничего не собирался делать вот видите как было вот я сделал два доброты фильма так еще несколько учебных и сегодня помогло теперь смотрите что и что дальше постоянно ко мне приходят материалы интернет то ли их вообще так много то ли потому что как-то один автоматически ко мне притягиваются и вот что получается смотрите я привожу конкретные примеры вот я об этом буду говорить потому что больше на всей россии включая украину белоруссию казахстан говорить об этом девка вот оборот как уничтожить тут их сотни тысяч атакой а то есть просто весь один сторонников а не много несколько тысяч но они не агрессивные они боевые они шашкой как я не машут они у себя вращивают они мне благодарят вот как вот эти дни с новым годом знаете половина что написала почему я сейчас провожу себе на этот вебинар сказать вы те же бог титерку отдохнуть сказать половина написала вы должны россии вы должны дамки россии вот это слово россия да ты меня святое а теперь посмотрим действительно должен вот эту фотографию сделал я ей примерно 15 лет эти деревья в том все это девичие вот такие ради запущены заросшие тем никто ни разу не подходил секатором до того в течение 35 лет и после того это по еще 15 лет вот такие урожаи причем плоды достаточно крупным ты догадался я вам показывал помните ребята которые у меня подъезжали на грузовике становились до этого кузов чтобы повыше было за пару метров и сыграли бедрами то что свешивалось на улицу плоды довольно крупный друг другу раз покажу вот а что надо было делать смотрите внимательно вот а я не стал бы об этом говорить тот момент когда мне лишили слова когда мне не дали сказать вот эти 100 что я сейчас говорю самые горькие слова самую страшную правду я туда приехал как наболело думаю вот сейчас меня же пригласили и обязал что будет так четыре раза отключали микрофон скомкали речь потом отказались показать я хотела показать 50 фотографий невиданной красоты вот то чего нет его отдохнуть тогда там может быть или прислушались бы нет отказались фотографий показать то есть они увидели во мне врага как-то смутьян знаете такое слово не знаю как она переводится смутьян я оказался смутьян потом уже через несколько лет проходился а теперь смотрите вот там еще и сейчас бы пропустил по неделю ладно и сам отдохнула вы бы от меня отдохнули то дело в том что там после бедя когда меня заткнули а люди до отправила меня какими-то там этими каплями таблетками когда зал сел обратно в свое место рядом с ней вот мужик встал и говорит в россии уничтожены все сады и как опять понес про этот банилиоз как пойдет призыв к я я с садов прислушались хоть вроде меня трясет меня кинули как мальчишку меня это пригласили видитали сказать это дать как бывает хоть лопли сейчас бы тот же я уже другой я бы не отказался я пускал милицию вызывать я буду стоять на сцене вот это пока вы мне не дадите слово пока вы не покажете то что должно расти давно у меня в себе растет вот это вот и прозвучало я растерялся это одизали как с таким боевать то где-то под этим где-то кнопка подключение было где-то под под столом понимаете это шопотные люди вот так и тогда божик который выступал после меня сказал и нашел мифических врагов которые я понял вообще наука поднять и деберь до объявляют слова никогда не простят того как не имеет понятия в целом тысячи учетов не знают то о чем еще буду говорить они просто не знают они не убьют они не понимают уже поезд ушел и смотрите счет пошел уже 10 или 15 лет прошло с того как меня турнули с трибуны так ребят вот что надо пожелать на счету году ведь это же не просто моего выступления нужно новогодние то что вы так послушали хоть бы поняли что не исправлять ошибку кто будет год за годом и каждый год говорю 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 вот а в году привета 50 этих вебинаров каждый год говорю говорю вы все знаете и вот когда-то было выпущено я привожу пример вот это вот книга замечательная книга вот библиотечка садового любителя ни одна культура среди плодовых не требует такой сильной обрезки как вишня я утверждаю что вишню вообще обрезки не требует зачем его обрезка чтобы уничтожить часть урожая каждая веточка и это каждый год ведь многие из вас у меня были помидорами я же есть сам по себе а где-то там черт иди в сибири куда это автомобили не ходят с поездами летают вот там значит это там же железом которые никто и не видел только сказки рассказывать это видели десятки и сотни из вас живьем это же феномен я все доказывал подвожу меня научить или вот видите и не подходите секатором также было вот эти можно только ослабить деревья причем сильно ослабить ведь это же отрезать ветки ведь они не знают другого способа обрезки даже укорочение только обрезка на концу то есть вырезаем целиком осветляем в роду и вот она вся больная попробуйте тут эти хоть эту больную ветку а ведь это бывшая южане это бывшая среди полоса россии в сибирь откуда взялись это мощные огромные штамповые деревья это здесь кустарник этот и степная поняли вот эти дальше вот это была совершенно страшная ошибка вот этими авторами они понятия не имеют что вишни не только не требует обрезки и нельзя обрезать и вот когда вот это способа эти обрезки а дальше эту схему схему схема схема достигли как бы совершенства как бы искусство искусством получилось и давайте читать дальше смотрите вот 15 годам урожайность падает да потом заставляет ее калечиться калечиться вот что здесь написано поняли да вот он 14 идем дальше сейчас прошу прощения аллергия никуда не делась а вот так дела смотрите это все правильно только какая на хрен разница к и какие они приросты как какие группы сортов полносящие какие эти самые имеют древесину однолетия двухлетия вот какие формируют бакетные веточки когда это все уничтожает идем дальше сейчас я нужно за минуточку чуть-чуть отойти подальше вот есть причина для этого то что я вам покажу по их мнению это наука причем они помните как меня это опускали мы значит эти генетики а вся генетика свойства к уничтожению веток смотрите значит вот это же книга если вы я не догадался она у меня там где-то в архиве лежит я начал его вы видите подчеркивать самый важный а тут и нагадался вы увидели чтобы вот это все начинает от пошло супер траскат вот этот это колено и прочее потом 3 4 вот это 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 все вам надо опять купить по магазинах вот это все давало гигантские урожаи вот это все небольшие нет гигантские вот где-то ни одно не два дерева полтора десятка несколько я выучил внедрял эту хоть и не скуки и поэтому я внедрялся гену черес еще укрупнял плоды вот это все ничего не надо было делать да и тогда этого ничего не надо делать я кому убеждаю вот это уже и так без меня знаете да смотрим итак если вот это не делать вот это вот сильная обрезка как это когда дождается как она хочет чтобы ее резали она просто жить не может его бог создал несовершенно создал загущенные вот а люди оказываются больше бога знает и вот что получается дальше это покупать 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 опрыскивать 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 вы понимаете там хватало они даже поля дружу поэтому одной мало эти три-четыре и ничего не делать или все соседи родственников друзей обеспечить его это этими самыми вишнями а вот это все начали помните сильнейший обрезка осветление а потом всю жизнь болиться на них ну как вот это все зачем за что как мне вот это чтобы однажды кто-то сказал там с трибуны лучше первый канал то второе с этого и самая крупная кто-то сказал да прислушайтесь вы к железу то зачем совершила следующие если бы я буду покажу еще две-три книги если вот этого ничего не делать а этого не надо делать то есть не обрезать книги нету вот еще почти так чем еще написать а давай-ка про это и наконец что он пишет внимание особое внимание на подзимный влагозарядка выпалил слова за влагозарядка должно быть матерным и запрещенным потому что это губление дерева а здесь вот еще написано осенью заметьте до замерзания почвы так как уровень обеспеченности деревьев водой перезимовка отражается на способности выше предусмотреть низкие температуры вот это губительно они считают что надо залить дерево водой вот естественно что после этого до никакой бороз не это лопаться будет кора будет лопаться понимаете кора будет лопаться я уже об этом говорю еще раз повторю потому что дальше идёт видите ошибка страшная выделется звать болезнь гриб болезнь называют болезнь и еще раз скажу деревья выдержит 40 градусный мороз ну мы считаем так 30 это юг россии 40 это хотя бы средняя полоса бывает иди же хотя бы 40 так вот кора миллиметр камень еще миллиметр толщины все как она держит мороз почему он не пронизывает все на сквозь и почему она не превращается мертвая а только потому что по этой коре по этой коре каждой живой клетки подходит незамерзающий раствор это не корабель и метр не может удержать мороз и может это держит его миллиметр вот этот вот коры толщина миллиметр только потому что она живая и пропитана соком потом под зимой попали обухали воды разуможили этот раствор без трясет какой-то в 40 минус трясете все полопалось вот так вот ребята ну и самое страшное это где вы знаете где бы сейчас было с этой бы речи вот как сейчас вот с обрезка с водилиозом вот где бы выступать уже перед студентами вот так то где отпустят и так выдели вас распространены болезни вишни до из-за веселью вишню она просто гибнет у неё миллионы миллионы клеток становятся мертвые и тогда на мертвую садится гриб водили вот это правда которую не знаете я уже специально уже дразнил их я уже высмеиваю почему столько лет не дают сказать да да уровня россии столько лет умерла люди на товаре садова вот это самое запретили крупнейшая газета который меня на руках носила вот и плавляет первое место лучшие статьи премии там 15 тысяч все потом бах еще целый год печатали и тишина а что а потом было страшное письмо я не имею права его читать вот и показывать вам почему лично заместитель заместитель главного редактора под руки фамилию не говорю ничего не говорю хотя прошло столько лет уже до 15 написал мне правду и константинович поступила команда фас вот так вот было это сказал зам главного редактора по науке вот сейчас с нами должен быть реприк который единственный не испугался меня печатать это журнал весик садовода удовольствие с нами вот он тоже спрашивал меня заводил будет их первого числа и беда так вот я говорю еще раз это очень важно пусть это звучит громко пусть это звучит нагло вот дальше это следующее единицы 50-50 комикоз широко распространяется поражает листья плоды это вот сейчас дальше пока не буду скажу только одно глупости от пронизана вся книга все опавшие листья сжигают вы понимаете лишить то есть их для этого собирает рискует потому что пожары топ-6 из-за этого я показывал мой сосед как я восстановил только когда напугался сейчас приеду алло добрый вечер простите я почему вас перебиваю я думал вдруг вы участие кабинара сейчас я читаю лекцию на все расчеты хотите что-то уточнить меня слышат люди поэтому мы сейчас разговоры прекратим и закончится поздно ночью то есть поздно вечером давайте завтра позвоните и только я вас не в футболе я правда читаю лекцию сейчас вот давайте завтра поговорим ага ладно да ничего извиняться с новым годом с новым счастьем мои пожелания так что ваш сад который вы упомянули был лучше моего причем искать я говорю спасибо тогда мне помирить не даете помирить ну ладно пока спасибо за такие пожелания ну вот попробую тут помыли ладно смотрите еще раз сто раз говорил но они же не могут иначе деревья опрыскают пострадавшие зачем ты написал что все деревья надо изумечить помните вот та страница выше они от этого страдают дальше ты пишешь это я каптором пострадавшие деревья опрыскают так не конечно эти не надо я это не опрыскиваю ну что ты что же завтра такие неужели только ради того чтобы получилась книга чтобы получить за неё гонорары вот это себя это и еще куча болезни прилили все болезни этого я сладачу чуть-чуть и начал другую тему так вот я написал так а дальше еще будут доказать не было бы этих додуманных вреднейших советов не были бы уничтожены миллионы вишневых деревьев есть вторая причина это генетическая усталость то там уже по серьезе разговор я об этом рассказывал сходя не зайдется тогда до следующего бедали скажу что такое генетическая усталость вот ладно скажу сейчас близкородственная половая связь и вот смотрите очень важно все что я говорю я считаю это очень важно почему мне нужно как-то пословать мне нужны факты смотрите дачники это брат по-моему это ты мне присылаешь постоянно эти вебинары эти ссылки а я их открываю смотрю что пригодится вот это пригодилось дачники от вас скрывает великолепная сорта априкосов которые устойчивы к заморозкам банилиозу не поражаются вредителями ну естественно что там узнаете что покупайте эти 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 они кстати точно так же не будут устойчивы и к банилиозу почему они будут устойчивы если к ним подходить не надо а вот считаем его дальше этого автора как тут не поверить в теорию заговора какой кстати зря смеюсь какой год подряд большинстве областей россии свирепсует банилиоз поражает это полезет буквально все деревья вы уже поняли что это не болезнь и если семечки варят слив черешни еще хоть как-то устойчивы так к этой допустим то очень культурная сорта слив то перестанее вишни да и абрикосы совсем не устойчивы читать дальше собственно о чем это я а я абрикосик который в воронежской области буквально весь сгорел от банилиоза вот правда во всей области а воронежская область между прочим извините это это еще скажу воронежская область это россошанская станция одна из мощнейших в стране по крайней мере было во времена боеволности вот это воронежской области если воронежской области есть университет только забыл как называется садова или есть борт юристет но большая научная организация это сократ со ростов и вроде это я знаю приезжая к бабе пишет автор смотришь на великолепные взрослые деревья высотой метров они стоят сухие и только на концах зеленые побеги и нет от этой напасти спасения кто-то рекомендует хорус до рекомендуют хоть залейся новые пробовали и воду даже без банилиоза садоводы отмечаются скажем годом урожай абрикоса гербе сего раза падает а я вам скажу а вы съездите в воронежскую область если вы еще найдете абрикосы найдите хоть один который бы не искалечил человек своими руками и это московской области нагляделся воронежской нет не был вот но я вам заради говорю банилиоз это назовем это это не болезнь но назовем это симптом зер симптом покрыла водили гриб покрыл дерево это симптом того что дерево больно чаще всего изувечено может быть южная попала на север где-то в воронеже некоторые абрикосы попадают с самого юга чуть вниз это там действительно обрезать и обрезать да если с голландии или то в сербии много привозят вот что вы хотите конечно заберзать а перед этим будет помучиться поболеть и вывод как это не печально но и московская область у меня абрикос сгорел от поделеза несмотря на все химические обработки так вот из-за вот этой фразы последний вот сейчас красы выделю выделю почему потому что если бы здесь автор все-таки толковые мужики по крайней мере наблюдатели и увидел что хворост не хворост как это называет хорос вот как бы он и этот хорос и все остальное бы не заливал все чем угодно весь магазин бы привез туда вот а я говорю еще больше еще он один случай привел лил-лил не помогло а я говорю за всю страну за всю планету и никогда никакие борьба с грибами подели вот с этим самым с паршой уж про трудовик я уж молчу работяга вот такой полезный гриб вот которым тоже борется так вот несмотря на все попытки из миллионов а планета большая из миллиардов из триллионов деревьев не вылечили ни одно дерево вот да то есть там можно чуть-чуть с помощью ядов чуть-чуть заморить гриб то есть чуть-чуть как бы сказать то его тяжело все таки отрава вот живой вот куда даже чуть-чуть перестанет расти и куда он не делится все потому что вы помните эти идиотские когда с помощью этих счеток по металлу с помощью этих самых настоящих шпателем шпателем сдирали это еще что еще печаль еще страшнее еще подлее еще дебиле понимаете вот когда он шпателем или она да еще с увешанные погонами званиями вот так вот скребет это уже дальше уже некуда ну даже если просто химические обработки делать поверьте ни одно дерево не вылечили и вылечить невозможно часть клеток мертва с ними работает уже водилия там парша там это самая комикоз все уже работает занимается своим честным бизнесом то есть их дело уничтожить мертвые ткани это уже утилизация идет дерево еще живое частично идет утилизация и ни одно дерево на планете это я говорю железов вот понимаете я железа почему потому что пройдет годы и моя команда железов железов сергей сын железов брат который из которых многого этого не было бы я с ними советуюсь прежде чем это самое вот мне помогают еще и еще несколько человек сафронов тот же вот мы все войдем в историю потому что их там уже убеждать не надо мы железово сафронов трансценко мы утверждаем а еще наши мои ученики что ни одно дерево и вылечили и вылечить невозможно и она на другой вот если все это профилактику сделал листья упали выгребли эти листья сожгли ветки отрезали которые болели так вот поверьте вид имеют больных или мертвых отрезали опять сожгли значит выгребли всю листву который считается опасно выгребли да вот осветлили дерево еще еще больше его ослабили саму совета автоматом чтобы тут же найдется желающий сказать что листья ветки лишние давайте осветлять вот и тот думали и спасешь ни одного ни одной клетки живой она все равно умрет этот процесс неостановим если к этому было предрасположение я сто раз говорил груши абрикосы 90 процентов из этих тысяч и даже миллионов станьте на колени разгребите и вот эту самую вы даже спасти можете заметьте не опрыскивали а даже разгребете да или если там ямка отведете воду с помощью разгребки то есть маленькой вот это делаете пошире пошире еще канавку отведете чтобы остановить процесс греи вот это идет греи в самом внизу идет греи на уровне земля почва то есть земля воздух да если там что-то нашли эту причину можно остановить еще хоть несколько она уже подпорчена то несколько урожая еще получить а вот то что вот он молодец молодец автор несмотря на химическое образование знает всей правды саду же причину дайте а причину изувечить дерево а потом начинать это его лечить отрезать чеку руки-доги уши нос потом начинает больше классическая операция может быть его компект пальцами ног а если пальцы вот эти отрезать вот это как-то больше приспособиться и дерево приспосабливается я показал сотни фотографий как дерево приспосабливается пытаясь справиться с этой глупостью вот видите сколько договорил а ведь и потом бы даже я не зря вы думаете если нас мало что это все пропадет когда-то будет еще книга еще книга это все что я сказал чуть-чуть подработать помните семеченка двадцатилетий талантливый парень из этого из харькова вот использует оценка три книги уже вот это отредактировал вот эту книгу оставился десяток так и уже все рабочих людей покупать все остальные больше не нужно среди нас люди с высшим образованием и все интересно как это запросто несколько страниц а вот она новинская премия вот это вот это правда вы думаете чем совете об этом чем проще тем гениально этот факт это не сказал это не сказал вот поэтому вот это все и все смотрим дальше я не удержался вы представляете это самый брат или ловил присылать еще ролик и там обрезка формирование пешкова дерева вот смотрите фух я когда увидел я почему не могу даже прерваться хоть лишь на одну неделю я же лопну бывает от злости вот берет кажется это дамы уже не помню кажется вот берет что идет как все на руках скажи сюда вот это еще хуже женщины должны чувствовать боль живого вот видите для одну ветку отрезает вот попробуйте мне объяснить зачем я этой веткой помешала а тишина я чё-то понимаю объяснить не могу я боюсь я предыдущим времена я рассказывал что как тот учитель географии сошел с ума когда увидел что между его это и азия и америка и сейчас берет к пролив на карте знаю что должен быть он сошел с ума вот здесь вы думаете она отрезала вот объяснить вот это невозможно вот ветка пока вас скелеты вот а есть нужно ролик создать и она создает внимание теперь смотрите сколько здесь веток считать умеете 1 2 3 4 5 6 7 8 это внимание заканчивается обрезка за стулья держитесь что она делала вот эти несколько минут вот слева видите ветки не стала там рада вместо нее это же нижнейшее существо на свете персик это субтропики он и так замерзнуть должен просто должен замерзнуть если это не хай юг вот понимаете имея должен я это об этом говорит я не то что там 5 15 минут давали это топ и зародной конференции выступающего меня дали 4 выгнали вот вы представляете как отучить от этого ведь она же не просто море слоника персик вопреки мнению многих садоводов и слишком капризная культура то есть его можно резать подле вот ну и так далее взять искалечить молодое дерево которое вот только прижилось вот ой 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 узнаете фотографию вот смотрите дело в том что тут можно было бы конечно уже суд подавать и суды выигрывать ну как говорите царское это дело все таки я считаю абрикосная одежда одна штука меня удивило 79 гривен ага думаю ну а эти соседи украинцы заняли у меня ну сказать украли языки поворачиваются вот видите наверху ну скажем мягко сзади у меня фотографию почему вот что по 79 гривен используя красивую фотографию продавать неизвестно какие сайт правильно вот но оказывается что украина это еще не все во первых эта фотография моя личная вот я хотите мне нужно пять минут кто со мной сейчас поспорить на бутылку барышевого карьеру я доказываю естественно уважаемые люди конечно это их фотография вот а я говорю моя доказательства перейдут за несколько минут вот сюда перешли тебе я ну сколько тысяч рублей так я вам доказательства они в союзе а если прям при всех это быстро занимает уже а если значит я не смогу доказать точно что это моя обратно в славе две тысячи кто спорит вот как раз это на похмелку но это все на похмелке я шучу вот ни разу в жизни не похмелелся так вот что получается поверили что моя раз я такой смелый поверили смотрим сюда да дело в том что вранье оно захватывает все больше 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 вот 2017 год сколько сейчас лет прошло да фотографии моя увиделись вот ее украло огромное количество почему она очень хороша вот а это Сибирь вот а теперь давайте смотрим сюда надежда надежда выведет болдавском ново-чересенском институте ну наверное что-то они вывели а фотографию почему присвоили наверно их абрикос как бы они фотографии не делали своего наверно по красоте по крупности вот по эффективности по аппетитности уступает моему согласны и так люди будут верить 60 грамм да солидно только что он у меня 8-90 грамм у меня фотографии есть ну они же так на глазок прикинулись что написать а напишем 60 вот ну а дальше все это видно было с этим самым прям буквально ну все это легко выдумывать да это еще не все сейчас поймете к чему я по двое придумали жердель я благодарен потому что они мне напомнили следующее это учебный фильм учебный вебинар чтоб вы всегда когда заказываете а из вас многие заказали обожглись спрашивайте так телефон всегда есть вы просто даже не подозревая якобы в это в халтуре в обмане в мишеничество нет вы просто спросите на что примит этот самый фотографии это мои вот где я на следующем вебинаре покажу человек прислал мне значит данные пермской пермского плодопитомника и написал посмотрите пожалуйста там абрикосы это не ваши фотографии 2 2 2 из 6 оказались моими так а я боюсь показывать они и так явно дешевые эти видно что сада у них нет это сразу видно фотографии украли это сразу видно вот скорее всего перекупщики так они даже полилились написать что из лучших там сибирских садов южных садов вот две фотографии питомника саженцы есть а взрослого сада нет вот и мы всегда вот это вот а здесь редкий случай по двое жердель полу дикий абрикос выращивший с косточки по двое спросите вот здесь он может быть если вот в этот самый обратитесь вот в этот вот вестадар да это кажется это кажется красота козлярский край хотя тут гребли но все таки он у нас находится по эту сторону границы так вот обязательно это мой совет спрашивайте а зачем привита и вот тут они чаще даже не знают привита или нет понимаете вот поэтому сразу поплывут и вы уже больше как этот питомник обращаться не будете вот это я имел ввиду вот м м